Белые кадры вызывают трепет уже восемь десятков лет. Ноябрьская Москва 41-го, к которой враг с каждым днём подходит всё ближе, заснеженная Красная площадь и суровые бойцы, готовые отправиться на фронт для защиты своей столицы. Закалённые в боях отважные пехотинцы, герои Великой Отечественной войны. Именно об этом чаще всего и говорят, вспоминая парад 41-го, хотя расхожее мнение, будто солдаты прямо от стен Кремля ехали на передовую, всего лишь красивая легенда. С немцами они столкнутся позднее, что, впрочем, нисколько не умаляет героизма защитников Москвы. Если говорить правильно терминологически, люди отправились на позиции. То есть Московская ополченческая дивизия, которая ещё формировалась, она уже заняла окопы на периметре обороны Москвы, но это было ещё далеко от линии фронта. Первыми, кто из участников парада вступил в бой, были две танковые бригады. Танкисты 31-й бригады пошли в бой через пять дней. Под Тулой 33-я бригада начала воевать 18 ноября. Не совсем правы и те, кто говорит, что немцы, к тому времени уже видели в бинокли купола московских церквей. Ближе всего к столице они окажутся в декабре, перед началом контрнаступления Красной Армии. А тогда от Москвы их отделяло примерно сотни километров, и они копили силы для решающего броска. В этой обстановке руководство страны принимает решение провести парад, который в документах из соображений секретности именовали операцией войск московского гарнизона. О количестве выводимых на операцию войск московского гарнизона. Пехота 69 батальонов, 19 тысяч 44 человека. Вооружённые рабочие 20 батальонов, 5 тысяч 520 человек. Общее число участников составило 28 тысяч 487 бойцов. План составили тщательно, вплоть до секунд, но здесь не обошлось без накладок. Известный факт в последний момент. Начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра, но съёмочные группы об этом не предупредили. Отец Алексея Трояновского, знаменитый фронтовой оператор, должен был снимать прохождение войск, но по дороге на студию услышал по радио, что парад уже начался. На студии паника, операторы не знают, что делать. Вот он взял нескольких операторов и поехал на Красную площадь, собственно. И шёл уже парад. Танки шли уже. Вот он снял танки. Но самое главное, никто не снял речь Сталина. Именно поэтому выступление главнокомандующего позже пришлось переснять. Причём не на площади, а в Кремле, где для этого соорудили декорации в виде трибуны Мавзолея. Эта речь, как и сам парад, должны были вселить уверенность в жителей при фронтовой столице. Основная задача парада была продемонстрировать, что есть войска, есть боевая техника, и советское руководство готовится защищать Москву до последнего. Причём, относясь до последнего, к самим себе. Потому что на трибуне стояли первые лица государства. Поэтому должны были убедить и граждан столицы, и на самом деле граждан всего Советского Союза, своей готовности отстоять Москву. В этом смысле парад оказался пророческим. Торжественный марш – дело победителей, а не побеждённых. А 7 ноября по площади шли те, кто вскоре сокрушит немцев под Москвой. Парад стал предвестником этого успеха и пусть и далёким предвестником грядущей победы, до которой оставалось ещё три с половиной года.